все солнце ушло снимаем ребят всем огромный привет и сегодня я хочу затронуть тему которая уже затрагивал в одном из своих роликов это крокодиловая блат хата и в том ролике я рассказал довольно сумбурно эту историю какие-то моменты от рыбки но сегодня хочу рассказать именно о той самой популярной блат хате где я провел очень много времени очень много здоровья оставил мне бы хотелось просто показать вам вот это вот всю атмосферу изнутри своим рассказом я не пропагандирую наркотики все истории вымышлены контент предоставляется лишь по учительных целях я победил свою зависимость и ты сможешь конечно же все блат хаты шифруются и такой блат хаты была именно та да которая шифровалась и типа у них это получалось за исключением того то что каждый день ходили толпы народа просто круглосуточно и стоял едкий запах вот этой химической реакции он не то что там какой-то противный или там с него блевать охота но он настолько специфический вот этот вот химический запах и у нас только едки реально что он въедается просто во все что соседи вот просто по стояку по вентиляции это все вот разносится и соседи это все чувствуют и просто страдают от этого так как на той хате не было домофона там просто была вот оторвана вот эта вся система на хрен торчали просто два проводка заходили таким образом скидывались просто ключи это хата была на девятом этаже и может быть соседи не так гнали вот именно то что по вентиляции распространялся этот зап потому что он сразу уходил на чердак в общем скидывались ключи ты поднимался смотрел сначала на всех этажах нет ли там мусоров или еще чего-то и потом уже просто заходил в тамбур стучался смотрели в глазок то есть то что закрыта дверь и тогда только после этого тебя короче впускали в эту хату и вот ты проходишь у нее эта история будет рассказана именно про то время ну когда уже короче концовка когда вот именно самая жесть короче началась и суть вообще всей этой истории то что люди вот залазят потихоньку там в чё-то да там ну там или еще что-то сделал да не придавая значения тому то что он может однажды прийти вот именно к такому развитию событий о котором я сейчас расскажу и вот я переступаю порог преисподней кружены таблетками йодом вообще там системой все что короче нужно для того чтобы изготовить вот это вот дельнище раньше были короче модные такие типа сумочки там через плечо у меня была такая небольшая типа под кожу и ну чисто для ключей и сигарет и в итоге там все просто забито там вот такой не знаю как сказать набитый типа мешочек вот всеми вот этими препаратами плюс там сигареты ключи зажигалка в общем переступаю порог первое что я вижу это однушка ну как сказать это наверно новая москва называется квартира где сразу заходишь коридор налево был шкаф-купе направо сразу кладовка следом ванна с туалетом суммещённые далее налево был зал и по прямой была кухня то есть первое что я вижу короче я этих варточков но людей я очень хорошо знал давно с ними общался и там но не было никакого типа стеснения то есть двери закрыты и на кухню и в зал стоит девчонка она уже довела себя до того то что но естественно все вены пропадают конечно же и она это делала в общем по мышце уже впоследствии и развился офигительный абсцесс то есть у нее вот представьте себе вот жопа прям вот реально как у карди битом да вот так вот просто она сама по себе сухая ну тупо короче скелет весь исколотый и она стоит просто протыкает вот ну штаны спущены да и протыкает шприцом самой большой иглой жопу для того чтобы выдавливать гной и она уже вообще не заморачивается ни над чем то есть просто вот стоит перед зеркалом шкафа купе и просто давит короче вот свою жопу я захожу и вот это вот просто струя гноя прям короче на этот шкаф на пол то есть уже вот ну пофигу совершенно то есть там когда в ванной она это делала то есть до того доходит то что человек просто садится да там унитаз у него прорывает и плюс к тому что он там поссать присел да у него еще и короче из жопы такая струя просто гноище херачит все говорили типа ну куда нахрен ну там реально было страшно вот на это смотреть там заражение крови просто там в пяти минутах короче от нее было и человеку было совершенно срать то есть ладно жопа там до жопой но вот эти вот частые уколы до чего короче довели этого человека то есть когда ты не попадаешь а зачастую ты не попадаешь потому что вен нет они скрываются или там какие-то синявки или вообще просто никаких нет она пыталась находить их всегда прежде чем там сделать короче себе по мышце и естественно задувала а сам по себе вот этот вот препарат он очень токсичный и просто выедает короче те места те места уколов то есть у нее на ногах на руках были такие дыры что вот ну реально это ну не прикол там никакой то что туда можно было палец просто засунуть я вот ну никогда не думал просто вот такая дыра до кости в ноге где ты можешь короче просунуть свой палец и повязки там носились ну чисто вот перебинтовалась лишь для того чтобы вот это сокровица когда выходит вот это вот гноище и все а так просто человек ходит с открытыми ранами вот с этой вот короче огромной жопой который постоянно протыкает давит короче как бы снимает вот это вот напряжение гнойное и вообще не думает о своем здоровье совершенно и я уверен что когда этот человек начинал первый раз он не думал то что дойдет до такого в общем ладно прохожу дальше я груженый мне нужно отдать короче все препараты варщику который сидит на кухне то есть открываю дверь там просто ну туман реакция это вот как фильма короче типа тарантино до сидит короче тип за плитой вот обычный фурик из под ногти зина стеклянный то есть и с отгоном то есть отгон это может быть как колпачок от самого от самой иглы либо это обрезанная инсулинка вставленная называется отгоном и он короче когда делает реакцию просто оттуда дым такой валит короче едкий то есть вот с этого пузырька с маленького просто вот вся комната вот ну дыму короче в этом но благо лето и постоянно было открыто окно и просто ну вот такая картина сидит там два человека которые помогают варщику то есть там один там нарезает систему там до чтобы там закислить там я уже точно не помню сидит варщик делает какие-то свои манипуляции открыто окно вообще настежь то есть там если какие-то мусора или что-то просто пупа с биноклем посмотреть там ничего не завешивалось вообще совершенно то там можно было спалить всю движуху вообще в легкую просто оставляешь эти колеса и спрашиваешь сколько людей вот пока еще там не зашел в этот зал просто не увидел потому что в зале реально тоже сидят люди ожидают все это движухи атмосфера ну как вам сказать прискорбное потому что все просто коричневая абсолютно все коричневое все тупо от йода вот представьте себе то что каждая варка это тупо короче пузырек йода то есть если вот так вот представить до обычному человеку вот возьмите да допустим 10 варок за день и ты берешь каждый раз пузырек и просто вот мажешь по стене короче этим пузырьком и так 10 раз за день стены там я не знаю и вот это вот запах едкий он вот постоянный реально и все сидят короче в трусах вот тупо короче не знаю ну дядя на короче какая-то типа да в плане того то что лето жарко и еще плюсом к тому то что одежда пропитывается вот этим запахом настолько что даже когда ты ее стираешь запах этот остается и мне все время мама говорила типа чё тебя воняет чем от тебя воняет короче вот этой вот херней и все вот кто хоть раз чувствовал этот запах или там знал что это связано с этим там ну его вообще ни с чем не перепутаешь то есть отдаешь эти колеса естественно ты там не сидишь потому что барщик нервничает типа там блин реакция все дела вот я ну типа всю процедуру всегда делал да а саму реакцию я никогда не делал потому что я реально чисто боялся запороть запороть тот момент что я вот просто в одну секунду я часом отбивал вот это все переливал там откислял все остальное делал выжимал отжимал и просто вот там за минуту короче реакцию у меня не получилось допустим и я не сделался вот это вот меня больше всего пугало типа а так бы я мог бы точно так же научиться сделать эту реакцию хотя она там не такая уж и сложная на самом деле и просто был страх того то что я одну не сделаю и потрачу вот эти тупо копейки потому что это стоило тогда ну реально копейки то есть там 250 рублей 3-4 человека ну в легкую могли удовлетворить свои желания в общем на кухне ты не сидишь сидят только помощники и варщик я выхожу из этой кухни то есть опять же закрываю дверь потому что эта деваха нервничает потому что она давит эту жопу короче с гноем на это зеркало открываю дверь зал захожу и смотрю то что там допустим еще три компании просто сидит и ожидает точно так же все трусах ну там девчонки там типа в шортах в лифчиках там да пацаны тупо короче в трусах и у всех вещи сложены короче на балконе для того чтобы они просто не провоняли но это мало помогает так как балкон тоже окна открыты лето жара в принципе да и однушка то есть окно кухни и окна балкона то есть там вот это вот выдувает туда же задувает и один хрен короче ты воняешь в итоге то есть зал сам по себе он еще как-то более-менее выглядит ну нормально с точки зрения там нормальности плане того то что он там не коричневый не засранный еще там ну типа люди там спят да но впоследствии это уже в превратилось ну все естественно в общее говнище то есть там из кухни говнище переросло просто в общее говнище люди сидят общаются вообще на разнообразные темы им весело вот реально весело я замечал сам за собой такую вот херню когда типа вот у тебя нет ничего короче и даже движухи никакой нет вот и короче угрюмый такой сидишь и думаешь короче на этих головняках а когда вот ты знаешь что что вот у тебя готовится или там скоро тебе принесут или ты идешь за этим и скоро это возьмешь у тебя сразу просыпается настроение ты трезвый короче идешь угораешь там какие-то темы вспоминаешь веселые истории все остальное и там точно так же то есть здесь веселые истории в зале в коридоре давит гной и нервозит а на кухне нервозит короче и изготавливают наступает момент когда одна барка произошла то есть кто где делается у тех у кого нет вен вот я до хрена замечал людей которые просто уединяются они не любят короче делаться там в общей компании ну как обычно там вы допустим сделали там одну варку 4 человека сразу все забежали короче в зал и все делаются а ты сидишь короче и смотришь и тупо короче завидуешь такой хочешь быстрее побыстрее а у тебя еще одна варка перед тобой короче и ты просто вот выискиваешь эти ходы если ты принес там больше пластов этих таблеток то ты можешь там с кем-то договориться типа если он варил больше допустим там еще забрать с собой домой да там типа да не сейчас типа варка сейчас состоится моя ты пока тут посидишь типа подписаешь покайфуешь а я тебе короче отдам впоследствии кто-то соглашается но в основном конечно нет потому что варка может тупо не получиться я не скажу что на той хоть и был ну хреновый варщик или хреновый фосфор от которого ну дофера что зависит чем круче фосфор тем сильнее получается раствор но все равно существует небольшой процент того то что это может не состояться и ты тупо короче возьмешь у человека и не сможешь ему отдать ну а там уже потом сами понимаете да контингент такой и себя в любом случае спросят за эту херню и люди разные на самом деле кто там ну послабее кто-то тебя просто там там же и сожрет на этой хате но на этой хате мне ничего не угрожало потому что ну я там был можно сказать как в пиратах каирского моря блин частью корабля и вот проходит следующая варка ты опять сидишь облизываешься вот это вот смакуешь когда это все произойдет вот этот едкий запах по всей квартире короче распространяется но ты кайфуешь не от него а кайфуешь тупо от ожидания того то что сейчас ты введешь просто нажмешь на поршень и все будет хорошо но это хорошо это такой обман это такой обман который стоит в коридоре и давит свою жопу изливая струю гноя на зеркало и на пол и вот подходит твоя очередь ты берешь всю свою провизию вот эту вот пухлую сумочку просто заходишь на кухню высыпаешь это все на стол естественно сиге на общую все короче на общую и начинаешь катать вот эти колеса просто в обычной газете там обычной бутылкой раскатываешь все вот это в бензин трясешь короче выбиваешь эту херню всю там и такие тоже моменты попадаются в плане чем дольше ты трясешь типа и температура должна быть подходящая короче кипение но можно подкипятить этот бензин и выйдет больше короче самого вещества нужного варщик если он допустим знает то что ему нужно больше а он всегда знает что ему нужно больше такой да ладно чё ты ее трясешь там типа больше не выбьешь но бутара все остаются им естественно с этим втором можно сделать еще короче вот ну и не слабее типа тему просто будет много вот этих колес в бутылке нужно больше короче бенза но выбьешь ты все равно вот эти остатки эта подруга которая там давит гной отвлекается короче на те моменты когда происходит уже сама варка концовка и и берет свое удаляется опять же пытается тыкать себя по всем местам опять же делает короче это все по мышце и опять же вот этот вот круговорот короче давление гноя происходит сидишь уже тупо вот с этим варщиком вдвоем ну под конец разговоров по сути никаких никаких разговоров то есть все увлечены тупо короче процессом варщик только что сделался я не знаю почему но он сам по себе был не особо разговорчивый человек и тупо вот сидите вдвоем в тишине я делаю свою работу он делает там свое чтобы это все быстрее получилось и в районе часа у тебя получается короче раствор тот долгожданный раствор который так быстро уносит твою жизнь после этого раствора вообще после этого употребления вот у меня зубы они все потрескались просто вот так вот короче я недавно ел короче шкварки и тупо прикусил жесткую короче вот часть вот эту вот кожицу у меня вот двух зубов короче скол то есть один на треть откололся там второй там на чуть-чуть то есть вот эти вот трещины на зубах вот такую историю вызвали ладно вообще зубы короче на месте хоть потрескавшиеся но все же ты просто сидишь и быстрее пытаешься вот это вот все сделать да и варщику самому с тобой типа ну не в прикол ему тоже хочется быстрее это как бы все закончить но она быстрее не заканчивается потому что варщик это тот человек вот если представить ну как бы там визуально да мысленно как-то это просто человек который прикованный к плите то есть он сидит там вот с утра до ночи просто тупо у плиты он никак там не развлекается не идет там не залипает ничего то есть это поток людей постоянный короче идет постоянная вот эта херня ключи осмотр подъезда заход в тамбур закрывание двери люди смотрят в глазок что дверь закрыта никого нет у тебя открывают и вот это вот постоянно и там просто такой галдеж каких только там истории не было и всем типа весело и всем круто и все такие молодцы и хорошие там пацан короче был с первого этажа он жил с матерью с отцом они конечно же знали то что он употребляет ну и уже прям ну как про него можно сказать там конченый не конченый да ну я думаю если ты короче на крокодиловой хате тебя ну типа не конченым ну сложно назвать так вот он типа я люблю свою дочь я так люблю свою дочь у него была маленькая дочка и у него друг говорил да он реально короче любит так вот сильно свою дочь но один хрен каждый день он поднимался на девятый этаж и делал это он уже выглядел ну хреновато конечно но все равно это не по 10 раз делать короче вот эти процедуры то есть вот люди многие там до пишут типа как ты вообще живой типа после вот этого да ну да я употреблял с утра и вечером каждый день на протяжении двух лет то есть зависимость я если честно вот ощутил только тупо психологическую потому что это все легкодоступно было то есть ты встаешь с утра и ты думаешь то что тебе нужно найти там не какие-то тысячи да там для того чтобы там пойти куда-то их засунуть там какие-то манипуляции произвести поехать за такси еще заплатить короче да куда-то в лес там что-то забрать найти не найти там нет такого у тебя просто 250 рублей мысль вот такая так ну на чё я могу сегодня у родаков спросить типа там ну на сиге там блин ну на сиге мало да там тогда сигареты стоили намного дешевле там ну еще на чё-то а может я сегодня на работу поеду устраиваться там да может там побольше дадут там а может это может то там ну и доходило до того что просто пораздаешь тупо даже вот обычную флешку да которая стоит ну тупо там 50 100 рублей там тебе за нее дают и даже эти деньги тебе в кон но каждый день они находились то есть каждый день я находил по 500 рублей и вот как видите у меня ну типа как я могу показать в общем у меня ни одного шрама такого нет вены я не потерял ну я только дошел до того то что я делал постоянно в центр иногда просто знаете бывает такое что ты тупо не хочешь до полиции потому что ты живешь с родителями и делаешь в разные места но доходит до того то что тебе вот прямо вот в моменте похеру и ты короче ай ладно и просто делаешь по центре q вот это вот все и так вот каждый день и так образовывается просто тупо дороги и вот кульминация варщик делает реакцию реакцию на плите вот с этим фуриком с этим отгоном то есть там валит дым короче с этого фурика и ты просто ну в надежде того то что все получится ну я говорил то что с этим варщиком было все нормально но какой-то процент все равно присутствовал и были такие случаи когда ну выходила полное дерьмище то есть там смотришь раствор а он какой-то хлопили красный короче вообще не то что должно быть на вкус вообще не то то есть и люди делали с ним вот просто тупо короче я не знаю он вроде и сделанный был до этого да ну вот получился такой раствор и он типа в надежде то что его сейчас немножко короче догонит делает я такой держу вот это вот все в телеге смотрю на эту херню я говорю вы чё гоните что ли просто сливаю в раковину ну типа такую хрень гнать кульминация он снимает этот колпачок с отгоном продувает короче до состояния сухости чтобы там никакой влаги не было заливает туда воды и начинает короче кипятить вот эту вот тему то есть снимать вот эту вот всю грязь которая накипела при реакции а он просто черный короче вот этот вот фурик кипятить вот эту вот всю грязь была такая одна история интересная когда эту хату короче но в эту хату зашли мусора и как раз был именно тот момент когда тип короче вот только выдал короче посушил но воды еще короче ну не набрал и не начал кипятить его забрали мусорную естественно забрали всю кухню кухня это то есть тот набор предметов который тебе нужен для того чтобы сварить то есть все что тебе нужно там вообще такие вещи реально заурядные то есть там сделано из баклашек там какие-то зубные щетки там что-то снимать ну вообще самая простецкая вот что может быть там что-то можешь в аптеке короче купить или там в магазине там конь бензин или растворитель и этого типа короче забрали мусорную и отдали этот короче пузырёк на экспертизу то есть замерить сколько там находится этого вещества сам прикол короче в том пока ты короче не разбавишь водой не кипятнешь короче это тоже своего рода реакция там ничего не покажет то есть этот тип просидел просто три дня там ну в каталажке и его отпустили просто ничего нельзя было с него взять потому что вот эти вот скрипки короче с этих стенок этого бутылька не короче ничего не показали в итоге тип заливает короче кипятит все это раствор становится мутным это хороший признак он горячий то есть горячий раствор ты никак не сделаешь этот пузырек ставят под холодную воду и под холодной водой он приобретает прям кристально чистый такой прозрачный цвет раствор барщик естественно сразу же пробует это все на вкус он капает с телеги себе на руку то есть языком если по вкусу то значит все ништяк и получается так то что если я пришел один значит делится все на троих то есть варщик его сожительница и я то есть если четыре человека ну значит на четверых типа ну разница не особо большая на самом деле говорю все зависит от того какой фосфор но фосфор это тоже отдельная тема как его добывают что на химзаводы ездят люди просто копаются вот в этом шлаке в этих захоронениях короче их и материалов вот этих отработаны ищет эти камни там реально короче камни вот булыжники и ты видишь вот этот вот красный фосфор как мы короче блестит в этом камне и тебе из этого шлака из вот этого общего шлак настолько он просто курдый ты берешь его вот просто молотком херачив мы выходили в подъезд encouragement думали короче разбить этот камень сер не бьется вот как вот по железке реально херачив и приходится вот берешь этот камень сидишь там пинцетом, короче, выколупываешь потихоньку вот этот вот, короче, фосфор. И когда-то он заканчивается. Но некоторые люди, ну, всегда, короче, кто-то доприносил что-то. Бывало лучше, бывало хуже, короче. Но в основном, в принципе, все было ровно. Кто-то там готовил на спичках, круто там, типа, я там ништяк делаю на спичках. На спичках это, короче, тогда, когда снимают красный фосфор с черкашей крабков. Но я ни одного чувака, короче, не встречал, который бы сделал круто на спичках. Говорили они лишь это от того, что просто не хотели идти на хату, чтобы, короче, не отдавать две дозы варщику и сожительнице. И меня так однажды позвал тип, типа, я ништяк делаю на спичках. Я такой, ну, хорошо, типа, у меня ну, там, папа на работе, там, ребенок типа, там, в садике или в школе, где давай по-быстрому замутим, типа, с одного листа на двоих. Я такой, ну, ладно, типа, давай. Что он там делал вообще? Как он эту реакцию делал? Короче, у него первая реакция не получилось ни хера, пришлось валить за вторым. В итоге вторая реакция получилась как-то наполовину, и мы в полудогоне, в каком-то недогоне, короче, сидим у него дома. Приходит его ребенок, папа, короче, и... А тут только что вот творилась такая вот херня. Но это не суть. Суть в том, когда ты получаешь вот то желаемое, которое тебе дается, ты сразу же просто вот мгновенно, где ты вот сидишь, там же ты, короче, прямо и делаешь. Берешь вот этот, короче, тропикамид для тяги, короче, чтобы тебе сильнее, типа, тебя наперло. Выбираешь там, ну, я не знаю, жадные там выбирают больше, да, и просто пребывают в таком состоянии, что они не отдупляют вообще, что происходит. То есть был такой случай, что на этой хате была девчонка, но она тоже постоянно приходила. Ну, девчонка прикольная, на самом деле, ну, как душевная, типа, да, но вот она употребитель жесткий. И у нее ребенок, ну, я не скажу, что грудной, но маленький ребенок был реально, вот просто тупо, короче, на руках она его таскала. У нее было согласие, короче, жесткое. И она очень много выбрала тропика, ну, вот эта вот жадность, короче. И сидит сделанная мать вот с этим ребенком, короче, и она не отдупляет вообще, че. То есть я вот был уверен, что она даже не понимала, что она держит ребенка, там, или не держит. Ей говорят, там, ты че, ты че, там, короче, ну, типа, там, очнись, там, в себя приди. А вот этот вот именно, короче, тропик, он так, короче, влияет, что человек, ну, тупо, вот, дурдома. Если вот делать чисто его, я не знаю, я ни разу не делал вот чисто его, но людей знаю дохера, которые чисто вот им, короче, прикалывались. И я такой думаю, че это за бычий кайф? Ну, вот реально, это то же самое, что там Димана обожраться, ну, Димедрола. И кайфовать, типа, с этого, да, ну, вообще не по кайфу. В общем, выбираешь этот тропик. Все время, когда я отхожу, хочу затронуть все эти темы и показать вам вот этот ужас, короче, пребывания в этой квартире. Выбираешь этот тропик. Сколько тебе нужно? Ну, я выбирал максимально для того, чтобы не уйти вот в такое состояние, чтобы не понимать, что ты вообще делаешь и где ты находишься. И делаешься прямо на месте. Вообще пофигу. Вот именно барщик и сожительница, они уходят в какое-то укромное место, потому что им делать некуда. И они нервозят. Это постоянный нервоз. То есть там вот такая атмосфера была. Ну, типа, все угорают, короче, ну, кто приходит варить. А те, кто варят, они уже не угорают. Типа, им не смешно. Они постоянно вот в этом вот состоянии находятся, короче, круглосуточно. Просто тупо, да, там. Вечер заканчивается, все уходят. Там никаких звонков нет. Они отбивают там вот эти остатки бутеров, там, оставляя на утро еще плюс бутера, потому что хрен его знает, зайдет кто-то вот рано с утра их разбудит или нет. Делаются перед сном и все, короче. Начинается день заново. С утра бутера, звонки и вот эта вот вся история. В предыдущем ролике про крокодил я рассказывал, до чего довели себя эти люди. Это плачевный, реально плачевный результат. И то, что со мной не случилось вот того, что произошло с ними, это просто божья благодать, реально. И вообще за весь мой путь, то, что я могу сейчас сидеть и рассказывать вам, как это все было, это опять же божья благодать. То, что я живой. Я бы уже мог не раз быть мертвым. Но вот этот ужас просто, ну, он до сих пор у меня в голове. Но тогда, когда ты находишься вот на этой хате, там все радужно и прекрасно, потому что ты ждешь только одного момента, когда вот эта вот мутная жидкость под струей холодной воды станет светлой. И когда барщик попробует на вкус и скажет, что все ништяк. И тогда ты просто вот с радостью берешь и прям приделываешься на месте, там, где ты есть просто. И все. Закуриваешь сигарету. И тогда это оказалось нормальным. Ну, абсолютно нормальным. Потому что ты варишься вот в этой вот херне. Но я вспоминаю свой вот первый раз, когда мне предложили сделать крокодил. Я вообще, когда первый раз увидел, когда люди приделываются, ну, вообще еще не употребляя ничего, кроме там дубки, да. Но меня реально охватил жуткий страх. Мне было прям вот реально не по себе. Вот как так люди, короче, там в каком-то грязном подъезде, там, загоняют там себя иголки, да. И мне точно так же было страшно, когда мне первый раз вот предложили, короче, именно крокодил, когда мне вынесли полдозы. И я просто делался в подъезде. Мне было страшно загонять в себя вот эту грязь, короче, потому что это реально была грязь. Там настолько просто грязный продукт, ну, что он тебя съедает. Ну, почему он называется крокодилом, да. Что ты с него гниешь, там, у тебя ноги, там, руки становятся, вот, реально как кожа, короче, крокодила. Типа, у тебя слезает, короче, опухает, допустим, ноги, да, спухают, и у тебя кожа отходит просто вот слоями, там, такие вот куски, короче, кожи просто отрывали, ну, уже отмершей, короче, от ноги, да. Такая ситуация. И забиваются, короче, сосуды, конкретно прям сосуды забиваются. У меня вот с тех пор свист ушах, конкретный свист ушах. И если бы это был какой-то один звук, да, в моей голове, так я как-то пытался подсчитать, насколько он разнообразный, сколько разных звуков, вот этих свистов, короче, я слышу в своих ушах, и я не смог подсчитать, на самом деле. Их настолько дохрена, и настолько они разнообразны, и бывают такие ситуации, то, что ты, ну, он есть у тебя этот свист, но ты его не замечаешь, потому что ты отвлекаешься на какие-то дела. А бывает такое, то, что свист настолько сильный, что ты вот включаешь телевизор, и ты слышишь не телевизор, а свой свист, короче, в ушах. Вот так вот я засрал свои сосуды, и от этого, ну, у меня появилась прям жесткая, короче, гипертония. Ну, у меня была предрасположенность, мне, типа, с детства ставили, но я никогда не чувствовал этого. Но после именно вот этой истории я начал прям страдать давлением, реально. И вот с того момента у меня появились в кармане постоянно вот первые таблетки, это от давления. То есть первые таблетки Каптаприл экстремно, короче. И они со мной по сей день, на самом деле. Но сейчас я уже, наверное, года два с половиной пью каждый день таблетки от давления, чтобы оно не повышалось резко, короче. То есть у меня один уровень давления постоянно. Но я пью каждое утро, я встаю, выпиваю таблетку от давления. По-любому, короче. Такая история. На самом деле много людей там оставило свое здоровье. И много людей, которые я после слышал, то, что после закрытия этой варочной хаты, ну, про закрытие вы можете посмотреть в предыдущем ролике, когда вроде бы все было у людей нормально, и они были, как бы, типа, и бодрые, и молодые. А встречаешь одного человека, второго, там, третьего, и тебе рассказывают, там тот-то умер, короче, там тот-то умер, тот-то. То есть вот здоровье на тот момент им уже, короче, не позволяло вот таких вольностей. Но ты не замечаешь этого и просто делаешь, как та девчонка с жопой Карди Бит, которая давила свой гной на зеркало. И никто не думает, что он придет вот именно к таким плачевным ситуациям, что вот это вот состояние, которым, типа, все дорожат сначала с понтом, оно мне помогает, оно меня расслабляет, я, там, растворяюсь в нем. Я не знаю, можно много всяких слов, там, сказать, типа, там, как же мне это, короче, помогает, да, но в итоге то, что тебе, так сказать, помогает, оно тебя сильно обманывает и приводит вот к таким ситуациям. Я не говорю то, что вот прям вот крокодил это, там, всея всему, там, да. Сейчас другая напасть, и она ничем не легче, типа, а может даже где-то и намного хуже, чем та тема. И на самом деле я бы не хотел, чтобы вы обманывались вообще ни на какой стадии, ни на стадии того, когда ты только подходишь к этому с интересом, с каким-то желанием, да, либо на стадии того, когда ты уже там, когда ты себя обманываешь каждый день, что это последний раз, и что нужно завязывать, и что я все понимаю, нужно брать и делать махом просто. Да, я понимаю, появляется куча вопросов, как это сделать, я не могу, все дела. Да, сначала, наверное, нужно отбросить свое не могу. Нужно сказать, я могу. В любом случае, я могу. И вот сегодня тоже позвонила девчонка и сказала, что умер пацан, который два года держался, там, каких-то успехов, в общем, достиг, и передозировка в итоге. Хотелось бы вот сказать насчет срывов, чем опасны они. То есть, когда ты живешь в трезвости, ну, у тебя все стабильно. Да, бывает желание, да, там, вот эти хотелки. Хотелки, именно. Но ты их можешь бороть как-то, да, и справляться с ними, отвлекаться на какие-то вещи, на нормальные. Но когда вот ты только срываешься, у тебя появляется, ну, ничем, короче, не меньше желания, которое было тогда, а могу сказать даже и более, то, что оно сильнее, это желание. И человек, который вроде бы, ну, привел свой организм к какому-то тонусу, к какому-то режиму и отошел от всего этого, он же помнит, какими дозами, типа, он себя там убивал, да, и он хочет именно вот испытать в моменте сразу именно тот эффект, именно той силы. Типа, он не хочет там вот сделать чуть-чуть там, ну, вот маловато, сейчас, короче, типа, догонюсь. Нет, он хочет, короче, чтобы бахнуться и сразу сказать, вот, все, вот это вот ништяк прям. А получается так, то, что он бахается, и вот все, и ничего ништякового, и родители хоронят своих детей. И рапets. И рапets. и рыбики. И, ауна, расчет ее, и рыбики. И рапets. Продолжение следует...